Лунный календарь садовода и огородника на июль. Что и когда делать в саду и огороде для богатого урожая? 1, 2, 3 июля. Убывающая луна в Овне. В эти дни благоприятны вспашка, рыхление и окучивание почвы, прополка и обрезка, обработка от вредителей. Показан полив и подкормка, срезание цветов и сенокоз. Также будет благоприятен сбор лекарственных растений и их сушка. 4, 5 июля. Убывающая луна в Тельце. Это высокопродуктивный, активный знак, благоприятны работы в саду и на огороде. Благоприятен будет полив и рыхление, обрезка для усиления роста побегов, прививка и прищипка, внесение удобрений, а также консервирование, сушка, заготовка соков и вина. 6, 7, 8 июля. Убывающая луна в Близнецах. В эти дни благоприятно рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов и прополка, а также опрыскивание от вредителей. Кроме того, выполняется сенокоз, покоз газонов, выкопка луковиц и клубней. В эти дни благоприятны консервирование, сушка, заготовка соков и вина. 9 июля. Убывающая луна в Раке. Самый плодородный и наиболее продуктивный знак. В этот день выполняется рыхление, полив и прививки, подкормки удобрениями, закладка компоста, заготовка лекарственных растений, а также активное консервирование, сушка, заготовка соков и вина. 10 июня. В этот день пройдет новолуние. День неблагоприятен для садово-огородных работ. Лучше посвятить его отдыху. В этот день земля не дышит. Она замирает. Вместе с ней замирают и все процессы в растениях. Можно лишь удалить вредители и сорняки. 11-12 июля. Растущая луна во льве. Это неплодородный знак. В эти дни не нужно заниматься посадкой, а выполняется прополка и опрыскивание, выкопка луковиц и клубней, закладка компоста, а также рыхление, окучивание и опрыскивание. 13, 14 и 15 июля. Растущая луна в деве. Это малоплодородный знак. В эти дни рекомендованы следующие работы. Пикировка и пересадка растений. Деление и пересадка многолетних цветов. Любая обрезка и полив растений. Внесение удобрений. А также заготовка корней лекарственных растений. 16 и 17 июля. Растущая луна в весах. Это средний по огородной активности знак. В эти дни рекомендована подкормка растений, полив, рыхление, обрезка, омолаживание и формирование кроны. А также уборка на семена и уборка корнеплодов на хранение. 18 и 19 июля. Растущая луна в скорпионе. Это плодородный и активный знак. В эти дни благоприятна прививка и полив, подкормка, удобрениями вспашка и рыхление, а также покос газонов. Хорошим будет закладка компоста, уборка на длительное хранение, а также консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина. 20 и 21 июля. Растущая луна в стрельце. Это малоплодородный и малоактивный знак. В эти дни рекомендована обработка от вредителей, уборка корнеплодов и луковых на долгое хранение, срезка цветов и заготовка сена. 22 и 23 июля. Растущая луна в Козероге. Средний по активности знак. В эти дни очень показана корневая и некорневая подкормка растений. Обрезка, прищипка, прививка, заготовка сена, защита от болезней и вредителей, а также уборка на длительное хранение овощей и на семена. 24 июля. Пройдет полнолуние. Это один из самых энергетически насыщенных дней. Активные работы с растениями неблагоприятны. Возможен в этот день лишь полив и подкормка. 25 июля. Убывающая луна в Водолее. В этот день показана вспашка, рыхление и окучивание почвы, прополка, прищипка и посынкование, опрыскивание от вредителей, уборка урожая на долгое хранение, копка картофеля и уборка зерновых, а также выкопка луковиц для хранения. 26, 27 и 28 июля. Убывающая луна в рыбах. Это продуктивный и активный знак. В этот день выполняется полив, посадка и пересадка любых растений, рыхление, подкормка и прививка. 29 июля. Идет убывающая луна в Вовне. В эти дни проводится вспашка, рыхление и окучивание, уборка на длительное хранение всех культур, срезка цветов, сенокоз, сбор лекарственных растений, а также заготовка соков и вина. 31 июля. Убывающая луна в Тельце. Это очень плодородный знак и высокопродуктивный. В эти дни благоприятны работы в огороде, в саду, а также активный сбор урожая, консервирование, сушка, заготовка соков и вина. Используйте лунный календарь. И пусть все ваши работы в саду и в огороде идут по луне и с большим урожаем. Желаю вам удачи! Если вам понравилось видео, подпишитесь на мой канал. Благодарю за внимание!